МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уверен, что это будет очередной объект, который будет радовать детей, живущих здесь, в городе Кагарин. Потому что мы наблюдали за несколько лет с Леонидомомомичем, как проходит летняя масса класса Академии Старкота. И пришли к общему пониманию, что такой интерес, он должен быть поддержан нами и реализован в виде стадиона, полноценного стадиона. Футбольный манеж в Кагалыме – это уменьшенная копия московского стадиона открытия, который является домашней площадкой футбольного клуба «Спартак». Ожидается, что площадь трехэтажного объекта составит более 28 тысяч квадратных метров. Вместимость зрительских трибун – полторы тысячи человек. Спортсмены смогут заниматься на трех полях с искусственным покрытием. Два из которых – подогреваемые. Их возведут на открытой площадке, а дно – на закрытой для круглогодичной эксплуатации. Это будет самый большой спортивный объект в Федуре. Действительно, 28 тысяч квадратных метров. Здесь могут заниматься сотни мальчиков и девочек. Именно девочек, потому что сегодня девичек, это женский футбол, это неотъемлемая часть общей футбольной семьи. И поэтому здесь будут и команды мальчиков, и команды девочек. Я выражаю признательность компании «Лукойл» за очень активную позицию по формированию спортивной инфраструктуры, развитию спорта в Российской Федерации, физической культуры. И хочу сегодня, в год 30-летия, поздравить компанию, пожелать успехов и также активно сотрудничать в сфере создания максимально комфортных условий для спорта, для здорового образа жизни. В Когалыме более тысячи футболистов. В скором времени они смогут заниматься уже не мини, а большим футболом. Сегодня хороший день. День, когда построят новый современный футбольный манеж. Я этому очень рад. Я бы хотел поблагодарить Наталью Комарову, Вагита Ясуповича и Лукуева. Здесь будет находиться футбольный манеж. Футбольный манеж, где будут участвовать и проходить, наверное, соревнования. Там будут сотни людей играть, учиться в футбол. Конечно, буду посещать. Я занимался с четырех лет футбола, начиная с дворца спорта и продолжаю в юбилейном. Это, конечно, уникальное такое мероприятие, событие, строительство такого шикарного спортивного комплекса, футбольного, специализированного. Это будет большой толчок для развития футбола не только в Когалыме, но и в округе в целом. Потому что в связи с нашими такими северными условиями в футбол играть мы здесь можем мало времени в году. И еще одно значимое событие вписано в летопись города и автономного округа. Юлиана Сотник, Михаил Суханов, Алексей Николаев. Специально для новостей.